Так неудобно вышло, у Нины Николаевны сквозняком унесло с лоджией любимое нижнее белье, в народе именуемое трусы, да еще красные. Учитель года, наставник подрастающего поколения, не могла себе позволить такой шалости ноябрьского ветра. Выглянула с третьего этажа, не видать, может кто-то взял? Вот бы вы взяли чужие трусы! Нина Николаевна не взяла бы, поэтому предпочла продолжить поиски. Оделась, вышла и пошла в сторону зарослей чипыжей, где виднелось что-то красное. Подошла ближе? Нет, это рябина. Залезла в самые кусты и увидела кошку с котятами. Кошка была худющая и ободранная. Она лежала навзничь, а новорожденные котята пытались пить молоко, но что-то шло не так. Голоса у котят еще не было, они толкались и еле слышно попискивали, но кошка никак не реагировала. Наклонившись ниже, женщина увидела, что кошка не дышит. Шестеро несчастных котят долго не протянут. Нина Николаевна глянула на часы. Так и на работу опоздать можно, а долг превыше жалости. Развернулась и ушла. Вечером заглянула в почтовый ящик и с удивлением нашла там свое белье. Забрала домой, поужинала и легла спать. Через неделю учительница сильно заболела. Температура под 40, ОРВИ. Исправно пила лекарства, но хворь не спадала. От температуры мозг плавился и выдавал галлюцинации. Нина Николаевна в трусах танцевала с котятами, а они с каждым па становились все больше и красивее. Женщина целовала их в мордочке, а они тут же падали и погибали. Женщине стало жалко невинные загубленные души. Она несколько суток напролет рыдала. Может, эти страдания очищали душу? Никакая болезнь не длится вечно, тем более ОРВИ. В понедельник утром наставник молодежи сварила кофе и собралась на работу. Выходя из подъезда, встретила Семена, дворника. Они знали друг друга сто лет и были на «ты». Когда-то Семен тоже был школьным учителем, причем выдающимся. Но смена строя и ценностей сломала его психику настолько, что теперь ему подходила только самая простая работа на свежем воздухе. Семен подмигнул и сказал, «Николаевна, ты красоту-то, не разбрасывай, пошли-ка». Нина покраснела. Так значит, это Семен нашел белье? И как он вычислил владелицу? Сейчас, наверное, будет лекцию читать за мораль и нравственность. Но нет. Семен открыл теплую дворницкую. В углу в коробке на подстилочке сидел маленький серый котенок. «Нин, я видел тогда, как ты в кусты лазила, да с другого конца дома подметал. А к обеду заглянул, смотрю – котенок, один живой!» «Ты забери его себе, он на счастье, Нин!» Нина Николаевна схватила комочек, прижала к груди и стал спасеныш Петром. Дурацкое имя для кота. Кстати, про нижнее белье Семен ничего не знал. Однажды Нина Николаевна пришла домой, а кота нет. Она обыскала всю квартиру. «Нет!» Выскочила на лестничную клетку. «Петр, Петр!» «Кс-кс-кс!» Открылась дверь квартиры напротив. Выснулся импозантный мужчина. «Да, здравствуйте!» «Ой, а я кота своего ищу!» – смутилась преподавательница. «Этого мужчина по имени Петр вынес одноименного Кошачьего!» Пили чай, разговорились. У Петра в жизни была трагедия. Он летчик, был дом, полная чаша, хотели наследников. А пять раз подряд жена теряла деток. На шестой раз родила здорового мальчика. Но ее саму врачи не спасли. Петр забрал сына и приехал сюда, в чужой город, чтобы начать жизнь заново. Кажется, за тем чайным столом переплетаются чьи-то судьбы. Мы тихо закроем дверь и оставим их наедине. А трусы? А черт его знает, что это было!» Субтитры создавал DimaTorzok